Всем привет! Завершая тему вазиктомии, я хотел, конечно же, не оставлять вас на поиске информации самим, но как-то направить вас в нужное русло по пути к вазиктомии или против неё, соответственно, задав вам или себе какие-то вопросы, которые в итоге решат, это для вас или это не для вас. И в данном случае основой данного видео стала статья на странице вазиктомии.de, немецкая страница, и тут парочку вопросов, несколько, конечно, интересных пассажей, которые я с удовольствием хотел сегодня обсудить с точки зрения того человека, который вазиктомию уже сделал и имел какие-то определенные причины, или до сих пор имеет, но в любом случае начнем. Для начала в статье обсуждается решение, личное решение сделать эту операцию, и, конечно, напоминается о том, что если вы хотите всё вернуть, то это будет стоить денежек, и операция, которая всё устанавливает, называется вазовазиктомии, и будет стоить приличных денег, в том числе написано, что не 100% это она может восстановить, соответственно, все вот эти каналы и прочее, но я считаю, что если денег у вас огромное количество, то вазиктомия она не перерезает продукцию сперматозоидов в вашем теле, то есть они до сих пор производятся, и если деньги есть, то как-нибудь их вытащат, как-нибудь вы точно по каким-то причинам, если хотите, именно с своего ребёнка, то получите. То есть здесь каких-то проблем, я думаю, нету, единственная проблема в деньгах, но всё равно нужно, конечно же, здесь напоминается, что нужно точно исходить из того, что ты точно знаешь, что ты больше не хочешь иметь детей или тебе не нужны и так далее. В любом случае, несколько вопросов тут задают. Итак, вазиктомия лишает мужчину способности плодиться, способность того, чтобы осеменить, соответственно, свою подругу. И здесь задаётся вопрос, вы знаете об этом? То есть вы точно как-то можете осознать это, то, что вы не сможете больше иметь детей? Этот вопрос нужно себе задать. Потом следующий вопрос. Было ли решение о вазиктомии принято вместе с партнёром, ну, с партнёршиками? И, да, здесь такой вот интересный момент. Опять-таки мы не лебеди, да, мы не пельвины там или кто, человек не моногамин. Если вы статистику поднимете по разводам и так далее, то можно понять, что особо долго отношения не держатся по статистике. И какая разница, что вот актуальное, партнёрша или партнёр хочет, если самое главное, что ты хочешь, да? Если ты, допустим, по каким-то причинам расстанешься со своим партнёром, то следующий вдруг захочет, а ты ребёнка как бы не можешь делать, то что дальше? Это как бы оставляет в итоге человека, да, в тупике каком-то. На самом деле, мне кажется, решение нужно принимать для себя, только для себя, чтобы с ним по жизни потом следовать, а не быть зависимым от решений других людей, в том числе партнёров или, там, не знаю, родителей, родственников и прочее общественного мнения. Следующий вопрос как раз вот раскрывает тот факт, что вы ведёте ли вы такую вот жизнь, что у вас отношения часто меняются? Ну, тоже какой-то не совсем тот вопрос, который мне бы лично помог. То есть, если у тебя там было парочку отношений в жизни, и вот последняя длится, там, без понятия, 4-5 лет, и ты думаешь, ну, как бы, я вроде не особо часто меняю, но 4-5 лет – это как бы ничтожный срок. Тебе ещё жить-то и жить, ты можешь ещё сменить несколько отношений, и это вообще не фактор. То есть, прими решение для себя, не с партнёра. Это, конечно, ты можешь спросить партнёра, да, но в итоге с той позиции, что я вот так решил, что ты на это смотришь. Вот так вот, а не я хочу решить, не поможешь ли ты мне в этом решении. Я считаю, что это неправильно, лично моё мнение. Потом, следующий такой вариант, возможно, кому-то тоже поможет психологически. Мужчина подходит ли для вазектомии с точки зрения психологии? Не понизится ли его ЧСВ из-за того, что он осознает, что он больше не может плодить детей? Ну, тут тоже такой вопрос, лично у меня вообще без проблем. То есть, некоторые действительно думают, что, о, я не могу делать детей, значит, я не мужчина. Ты становишься не мужчиной, только в голове. И, скорее всего, у тебя есть какие-то комплексы, которым, опять-таки, можно решить не в азектомии, или не сделав её, или сделав её, а у психолога. Следующий вопрос. Подходит ли мужчина по возрасту и осознаёт ли он своё решение? Ну, тоже тут такая штука. Ты, на мой взгляд, ты можешь за себя решать с 18 лет. То есть, с тех пор, когда государство и когда тоже твои родители говорят, что ты можешь решать, курить тебе или нет, ты можешь решать, пить тебе или нет, и так далее, ты можешь решать, сделать ли тебе азектомию или нет. Потому что, сами подумайте, если это окей решать за себя, за своё тело, принимать яд, да, принимать яд с высочайшим риском зависимости, канцерогенности и так далее, то почему ты не можешь решить за себя же плодиться или нет. По-моему, здесь с возрастом не... Ну, я, конечно, не говорю, что в 11 лет там нужно решать, но всё-таки. 18 лет туда-сюда примерно хорошая такая, да, планка. Опять-таки, сколько детей получается в понеопытности из-за того, что в России в том числе нету сексологии, да, или как этот предмет, по которому там секс изучается, не знаю, как он называется. Образование. Образование, сексуальное образование, нет. И, да, люди просто не предохраняются, хоп, и в 17 ребёнок. Как бы лучше так или дать право человеку сделать вазиктомию и не как-то отягощать свою судьбу в 17 лет и ребёночка, да, самого главного, самое главное, то есть, который родится потом у тебя без образования, без работы, да, что лучше. Так, следующий, наверное, последний здесь вопрос. Все ли плюсы и минусы были взвешены? Плюсы и минусы, опять-таки, делал видео на этом канале, можете заглянуть и там, конечно же, подчеркнуть информацию по этому поводу, это без проблем. Ещё, что здесь у нас осталось, это кто делает обычную вазиктомию? Здесь, наверное, статистически проведены данные, что в основном это, по крайней мере, 30-летние мужчины, которые, по крайней мере, уже 10 лет женаты, у которых есть дети. Вот это типичные клиенты для вазиктомии, но в том числе и люди, у которых генетическая расположенность к каким-то заболеваниям, которые они могут передать ребёнку, и этого, конечно, хотят избежать. То есть, сейчас есть планировка семьи, можно всегда оценить, кто у тебя примерно родится, да, то есть, не будет ли он там больным, аутоиммунным каким-то серьёзным заболеванием, конечно, этого стоит избежать, такую вот жизнь дарить, на мой взгляд. Вот такие люди также становятся клиентами, в том числе женщины, которые испытывают неприятности от побочных эффектов тех же самых таблеток и прочее, и прочее. Они, конечно же, и в возрасте тоже решают за вазиктомию у мужчин, и так как это один из самых, в принципе, безопасных, да, все плюсы, я говорил, безопасных средств контрацепции. Можете посмотреть ещё раз в отдельном видео. Против вазиктомии интересный, тут интересный абзац, и здесь в том числе спрашивается о том, что случайно вы не захотите ли ребёнка потом, или, возможно, ваш следующий партнёр захочет ребёнка. Опять-таки, тоже самая тема. Так ты никогда не решишь, хочешь ты вообще ребёнка или нет. Здесь не обсуждается самый интересный момент, что у тебя вот и был партнёр, и, возможно, у тебя будет ещё один, то есть ты расстанешься. И вот тут говорится, если, возможно, следующий партнёр захочет ребёнка, то лучше сейчас не делать вазиктомию. Но никто не говорит, не делайте детей, возможно, вы расстанетесь. И это, скорее всего, произойдёт по статистике. То есть просто не делай детей, потому что ты, возможно, расстанешься, и у тебя будет следующий партнёр, который не захочет детей, или захочет ещё больше детей. Короче, это вот такая вот тема, которая, мне кажется, не продвинет человека дальше. То есть ещё раз возвратимся к тому фактору, что нужно решить для себя. И из этого исходить потом. Ты можешь, конечно, обсудить это с партнёршей, но тут, как я уже сказал, с позиции «я решил, я уже всё взвесил, просто дай мне оценку моего решения». Нужно контакт с партнёром поддерживать всё-таки иногда, и такие вещи, в том числе, обсуждать. И вот это были, в принципе, да, здесь всё, в том числе, возможности обсуждать с того, чтобы вы заморозили сперматозоиды в лаборатории и оставили их на какие-то другие дни. Это, опять-таки, если по деньгам смотрите, я в том числе интересовался, будет стоить от, по-моему, от 300 евро в год. 300 евро в год. Это аккаунт на целый год SWIFT, это аккаунт на Астрау, это куча всяких аккаунтов, это интернет на мобильном телефоне и прочее-прочее. Ну, это солидная сумма абсолютно, если вы сосчитаете все эти суммы, если вы твёрдо решили, то можно конкретно сэкономить. Но как вариант тоже можно использовать. В том числе, я напомню, здесь почему-то этой причины не указано совершенно, то есть до сих пор в этот сайт немецкий, в Германии тоже есть сироты, тоже можно усыновить, в России тем более есть сироты, тоже можно усыновить. Я не знаю, можно ли из Германии усыновить российского ребёнка из-за закона Яковлева, или как там Дима Яковлева, не знаю. Но в любом случае сироты имеются, имеются, вот мы сейчас скоро поедем к другу, посидим с его детьми, потому что они вот хотят с женой наконец-то куда-то там вырваться, немножко закупиться в какой-то, ну, соседний город, там без понятия, что-то такое. Вот, то есть будь профсоциальным, да, будь профсоциальным, проблем в мире достаточно, в том числе сироты или дети, которым не уделяется достаточно времени, или просто уставшие родители за счёт каждодневной рутины, быта, то есть работа 8-10 часов в день и прочее, прочее. Разные напряги случаются в жизни. И здесь, конечно же, стоит просто задуматься. Это видео ни в коем случае не, чтобы способствовать у вас, как-то направить вас к решению, сделать вазиктомию, но и не отговорить от неё. Здесь просто стоит спокойно задуматься. Я знаю, что в России такие темы вообще табу и так же воспринимаются, как и все табу-темы, довольно-таки дико, бытловато и прочее. Но я ещё раз предлагаю отказаться от сантиментов, эмоций, а просто задуматься нормально и эту тему обсудить. В том числе по России, если отзываться ВИЧ, ВИЧ эпидемиологических масштабов набрал в России, вазиктомия не спасёт от ВИЧ, то есть предохраняться в комбинации с вазиктомией можно, то есть без проблем здесь. Здесь это параллельно. Презерватив может быть как средство защиты именно от ВИЧ, это хорошее средство, но защита от беременности – это не самое лучшее. То есть здесь можно комбинировать с вазиктомией тоже. Здесь ничего такого однозначного нет. То есть если это, то мне вообще не нужно и прочее. В том числе я обсуждал уже, что с точки зрения стоимости вазиктомия оправдает себя через 4-5 лет. Будет интересно обсудить проблематику плюсы-минусы, вы за или против вазиктомии по-взрослому, объективно. То есть такая операция как вазиктомия должна быть обдумана взрослым человеком, способным объективно как-то думать, осознавать свои решения, а не спускаться на уровень эмоциональный, ми-ми-ми. То есть это нужно исключить. Всё это будет здорово обсудить в комментариях. У моего камера-вумен уже руки устали, поэтому...